Я теперь в Москву приезжаю как в чужой город, в Ленинград как совершенно чужой город, хотя там, в общем, не так давно я закончил работать. Может быть, потому что здесь семья, в том числе семья дает ощущение дома. А, не знаю, два года назад этого ощущения не было нигде, потому что нигде не было дома. Ну, работая в двух городах и имея все-таки квартиру в Москве, имея квартиру в Ленинграде, имея квартиру в Нижнем Новгороде, нужно было иметь как бы либо все в трех экземплярах, абсолютно все, либо не иметь ничего. И вот, и поэтому жизнь как бы проходила в этой машине большую часть, большую часть времени. После спектакля я садился, ночью я ехал, а это тысяча сто километров, которые из Ленинграда до Нижнего Новгорода я проезжаю с остановками за где-то 15, максимум 16 часов. Вот, поэтому... Так, будешь приезжать машину, Дарья Петрович? Так, я вообще считаю себя человеком в этом смысле абсолютно уникальным, потому что я не знаю другого, во всяком случае, такого же безумного, как я. Потому что я, извините, но в свое время я обзавелся правами, скажем так. Конечно, никакие, никакие, никакие школы я не заканчивал, никто меня не учил. Вот, и шофер нашей филармонии, Миша Боков, он мне показал, что нажимать, как нажимать, как выключать. Вот, и в первый день, вообще, когда я сел за руль, он мне сказал, правда, поездить по Кремлю. У меня был пропуск, я не нарушал правила. Вот, я поездил по Кремлю, наверное, минут 15. Потом встретил свою знакомую, выходящую из филармонии, и, естественно, мне захотелось ее довезти до дому. Вот, мне пришлось проехать по одной, ну, по-моему, из самых напряженных трасс, вот здесь, я имею в виду, это проспект Гагарина, вниз и вернуться назад. И после того, что я, в общем, за час проехал где-то там порядка 43, по-моему, километров, я понял, что я могу смело поехать в Ленинград. Значит, это было 5 февраля, точнее, 29 января я первый раз сел за руль, а 5 февраля я уехал в Ленинград. Вот, вот, вот и все. И с тех пор... А может быть, это от самоуверенности, которая присуща человеку, работающему, скажем так, живущему такую жизнь? Нет. Я не знаю, самоуверенность или нет, но уверенность в собственных силах, по-моему, важна не только для дирижера или, ну, по-моему, для любой профессии нужна самоверенность, не самоуверенность, иначе ничего не будет. Музыка 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 Как-то у меня жизнь на сегодняшнем этапе сложилась так, что вроде бы я не был никогда вторым, понимаете? То есть, так получилось, что, сразу закончив консерваторию, я оказался главным дирижером в Нижнем Новгороде, в театре вторым дирижером, я никогда не работал приглашенным дирижером, но это значит с правами приглашенного дирижера, который отвечает за постановку и как бы являясь главным дирижером в этой постановке. Программы, вроде бы, я тоже ни с кем не делил. Я считаю, что это счастливый случай, вот так, я могу сказать. А, может быть, по этой причине у меня никогда не возникало желания поехать на какой-то конкурс, и я считаю, что это неправильно. Теперь я считаю, что это ошибка, хотя, в общем, как бы не было такой необходимости, потому что занимать, вот как до недавнего времени, два как бы главных места и в Нижнем Новгороде, и главный дирижер в Ленинградском театре, ну, все-таки говорит о том, что человек как-то худо-бедно, но в состоянии справляться с обязанностями именно главного специалиста. Поэтому, как бы испытывать судьбу, мне казалось просто совершенно излишней, поэтому я никогда не участвовал ни в одном из конкурсов, ни в одном из прослушиваний, и еще и потому, что всегда было очень много работы. А конкурс это, в общем, бутырея, и, к сожалению... Можете все-таки быть вторым? Что? А боялись оказаться вторым? Ну, я, наверное, скажу честно, я не то, что боялся оказаться вторым. Я не хотел оказаться каким-то. Понимаете, в конце концов, может быть, это тщеславие, почему нет, я могу сказать, что в определенной степени. И в определенной степени моя профессия достаточно тщеславная профессия, разумеется, и тут, в общем, никакой тайны нет. Поэтому мне как-то, мы ему тщеславились в телу то, что я, пожалуй, единственный дирижер, который не имеет никаких отличий. Но, тем не менее, все-таки дирижирует в самых крупных городах, не только бывшего Советского Союза или России, а, я так могу сказать, и мира уже. Уже могу сказать, потому что это и Токио, это и Нью-Йорк, это и Милан, это и Перн, это, ну, я не знаю, можно Тайбей, если хотите, Анкара, не знаю, Копенгаген и так далее. Вот, то есть, внешняя сторона моей профессии, она достаточно безоблачно кажется, хотя на самом деле это, конечно, не так. КОНЕЦ Когда-то, когда я учился в Ленинградской консерватории, это уже 15 лет тому назад, как бы существовал круг людей, из которых потом, значит, появилось два дирижера, два режиссера, очень много композиторов, три композитора, это много. Вот, существовал, как бы, такой, в достаточной степени тесный кружок, и вот в этом нашем тесном кружке у нас существовала такая, ну, есть, так можно сказать, дурацкая теория, что есть люди суперстарные, а есть люди пораженческие. И вот из этой довольно, как мне казалось тогда и кажется сейчас, милой шутки, все оценки людей 15-летней давности, они давались именно вот с этих позиций. То есть мы едем на трамвае и разглядываем публику, которая, значит, находится в вагоне, и между собой решаем, это человек суперстарный, а это человек пораженческий. Естественно, пораженческим, в общем, никому из нас не хотелось быть. И поэтому, вероятно, я не знаю, вероятно, поэтому, ну, я не знаю, возник какой-то, ну, определенный, я не знаю, стиль жизни, или, может быть, стиль общения. Может быть, это связано и с тем, что, ну, скажем, я довольно рано стал появляться на публике, и общаться с достаточной степени, как бы, крупными такими мастерами. И я-то себя считаю очень скромным, и я бы даже сказал, застенчивым человеком. Хотя, когда я об этом говорю серьезно, вот все улыбаются, как вы, Наташа, и, вероятно, никто в это не верит. Но, тем не менее, это так. И для того, чтобы уравновесить, как бы, внутренние ощущения с ощущением других людей, ну, вероятно, вот уже выработалась какая-то легкость, как защитная реакция организма. Стихи такого, в общем, как бы считается, да, достаточно тривиального поэта Сергея Есенина. Но стихи, на мой взгляд, очень теплые, добрые, не знаю, нежные. Они звучат приблизительно так. В годы и в бурь, и в житейскую стынь, при тяжелых утратах, и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусство. Вот эти стихи со мной, в общем, всю мою жизнь, я не забываю их все время вспоминать, и не забываю их все время цитировать. И мне кажется, что это, во-первых, христианское отношение к жизни, улыбчивым и простым. И это вершина всего. Абсолютно вершина любых человеческих взаимоотношений. Я бы очень хотел, чтобы эти стихи... Я бы даже сказал, что они мне помогают в жизни. Потому что неприятности, проблемы, в общем, как и у каждого, их, конечно, много. Разумеется, много. Много и на работе, и внутри себя их очень много, может быть, больше, чем. Но про себя я могу так сказать, что, во-первых, неудовлетворенность работы. Она есть практически всегда, и это меня, в общем, иногда уже начинает пугать. Хотя это есть. Я считаю это минусом, как бы, своего характера. Хотя все говорят о том, что вот человек не уверен, значит, это признак там чего-то. Но, по сути дела, мне ведь на признаки наплевать. Мне важно, это моя жизнь, и это мои проблемы, с которыми мне каждый день приходится бороться. Я могу сказать, что я довольно ленивый человек. Я сиборит. И если я много дирижирую или много езжу, то, ну, зачастую, не потому что уж я так страшно хочу поехать куда-то или, там, дирижировать. Конечно, я хочу, но мне, с другой стороны, из-за лености страшно. Я очень ленивый. Из-за лености и из-за, в общем, привычки себе, ну, стараться ни в чем не отказывать. Мне всегда приходится преодолевать себя для того, чтобы заставить что-то делать. Например, выучить новые сочинения. Если я, конечно, давно в него не влюблен, если я в сочинении не влюблен, тогда здесь никаких проблем нет. Но приходится играть очень много всякой музыки, даже той, которую бы, в общем, никогда бы не сыграл. И вот просто могу привести пример, который как раз вчера случился. Я должен в январе месяце дириживать программу из Ахмайнова и дириживать его третьей симфонии, которая, в общем, с детства меня пугает, которая мне не нравится, в которой я ничего не могу понять. Не надо делать. И, то есть, мне надо ее выучить. И для меня уже я чувствую, что я становлюсь просто сам не свой. Потому что предстоит очень тяжелая борьба для того, чтобы заставить себя это делать. Всегда, конечно, можно пойти на попятные, отказаться от концерта, не знаю, сославшись на мигрень, недомогание и так далее. Но если я такое сделал, и такое было в моей жизни, к сожалению, я должен в этом признаться. Но если такое и происходило, то самоедство потом, оно было во много раз страшнее, чем муки, которые требуют выучения сочинений. Субтитры создавал DimaTorzok Последний месяц у меня было пять стран подряд. Это очень тяжелое испытание, потому что за то время, когда я как бы обрел семью, я уже, опять же, привык уже к определенным каким-то и отношениям, и неудобствам, и удобствам. А жизнь, которую я вел, ну, скажем, последние десять лет, она была, конечно, для меня привычной, может быть, менее удобной, но я никогда ни о ком не думал. Наверное, с годами человеку нужно о ком-то заботиться, и в этой заботе находить счастье. Я такое счастье нахожу. Разумеется, это все крайне непросто, и я сейчас первый раз, вынужден был, пожалуй, первый раз в своей жизни отказаться от гастролей, потому что три месяца фактически меня не было. Было очень много нужных мне предложений, от которых я не мог отказываться. Вот, и сейчас целый месяц я нахожусь дома, и могу сказать, что это, может быть, ну, пока это, может быть, самое счастливое время в моей жизни, вот, вчера, позавчера, словом, после того, как я вернулся с гастролей. Привет! Прошу прощения. Здравствуйте. Друзья, вот видишь? Я тебе могу помочь, если хочешь. Это в этом вопросе. Это тебя снимает, не меня. Ну как ты? Тима, ну хорошо, вы, мы здесь. Чего? Я не смогу быть, ведь я же... Няня, папа, няня. Это мы же вдвоем, это гораздо важнее, до спитыха. Да. Ты же оторваться не могу. Пока мой сын еще маленький, но... Я хочу сказать, что меня уже начинает пугать то, что он явно неравнодушен к музыке. Мне бы не хотелось, чтобы он был профессиональным музыкантом, потому что все-таки профессиональная музыка — это, в первую очередь, очень большое самоограничение. Очень большое. Я не знаю, мне кажется, что я вообще не изменился с четырехлетнего возраста. Мне кажется, я в четыре года только был гораздо более способный, чем сейчас. Я стал хуже, потому что... Время прошло, потому что было больше разочарований, было больше обид, было больше измен. Разумеется, я стал хуже. Мой сын еще мал. Собственно говоря, мне все равно, кем он будет. Важно, чтобы он нашел... Важно, чтобы он получал удовольствие от того, что он делает. Вот этим все сказано. Потому что, раз уж один раз дается это счастье или несчастье, то обидно не попробовать все, например. Или обидно все время мучиться. Обидно. Я могу сказать, что я, например, принимал роды у своей жены. Я глубоко вообще благодарен судьбе, которая мне доставила такое несказанное впечатление. Несказанное. Я могу сказать, что после этого я стал, во-первых, иначе относиться к женщине. Я стал иначе относиться к своей жене. Я вообще стал немножко иначе смотреть на мир. Потому что я видел тайну, которую, в общем, как бы мужчине запрещено видеть, да, было. Я, ну, мне кажется, испытывал точно такую же боль, какую испытывала моя жена. Ну, по крайней мере, утром, когда я уже вернулся из роддома домой, у меня болели те органы, которых у меня не существует. Нет. Вот я буквально физически ощущал это. Для меня это было очень сильным таким, ну, я не знаю, эмоциональным каким-то всплеском. Я меньше всего думал об, как бы, эстетике этого момента. Хотя мне кажется, что это было невероятно эстетично. Понимаете, ведь как к этому относиться? Для меня, может быть, это был самый эстетический акт в моей жизни, который я когда-либо видел. Понимаете, может быть, для меня это было красивее, чем все. А я могу сказать, что для меня это было красивее, чем все. Когда-то, когда я в Ленинградской консерватории посещал композиторский класс и имел неосторожность и, в общем, глупость пытаться что-то создавать, я могу сказать, что писать музыку и родить — это абсолютно одинаковый процесс. Я не знаю, у настоящих композиторов он совпадает с тем, что происходит, но то, что какая-то энергия, которая накапливается в тебе, те сочинения, которые я хочу исполнить, я влюблен в это сочинение, я действительно хочу, чтобы это сочинение родилось из-под моих рук. Но я, к сожалению, вынужден играть много сочинений, которые совсем мне не нравятся. Могу только, скажем, предложить что-то импресарию или попросить изменить, но выбирать или отказываться, конечно, я не могу. А это жалко, потому что ценность каждой жизни человеческой в праве выбора и в возможности выбора, точнее, право как бы дается порождение. Это сильнее, чем шестая симфония, я могу сказать точно. А вы думаете, что все, приходя домой после концерта, они думают, правильно ли ты сыграл побочную партию? Ну, бывает и такое, конечно. Я думаю, что естественная реакция каждого из людей, в общем, обрести какой-то мир, в который не хотелось бы допускать никого. Право как бы дается порождение. Я не могу сказать, чтобы я счастлив от того, что я родился в России. Я здесь родился, этим все сказано. От чего поют? От чего человек кричит? Либо от боли, либо от радости. Либо то, либо другое. И поэтому как раз отсутствие боли или отсутствие радости меня, как художника, напрочь уничтожит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...